38-я параллель. Морская зона с повышенной напряженностью. Именно на этой широте сталкиваются воды Северной и Южной Кореи. И именно по ней двигаются маломерные суда, идущие из Южной Кореи во Владивосток. Так, 13 июня из города Пхахан вышла яхта Каталекса и в скором времени была задержана северокорейскими военными. Обратил внимание, что в нашем направлении, перерезающем курсом, двигается группа кораблей. Один большой, типа нашего МРС-а, либо РС-а, рыболовный сеньер. И, наверное, штуки 4 или 5 деревянных маленьких рыбацких суденышек. Ну, это они всем флотом за мной и гнались. Не было понятно, что это официальные лица какие-то, как я уже говорил корейцам. Если это был сторожевой корабль, я бы, конечно, сразу бы остановился. Здесь было совершенно непонятно, какие-то рыбаки что-то там себе возомнили. Когда только подошли, тогда уже на борт спустились уже три военных официальных, в форме, все как положено, с оружием. Это уже не первый случай, когда представители Северокорейского морского флота задерживают Владивостокское судно. В мае прошлого года после соревнований в Пусане возвращалась домой спортивная яхта «Элфин». В 86 милях от берегов Северной Кореи яхту остановили сразу два судна, но почему-то не военных. Нас остановило северокорейское судно, мы начали с ним маневрировать, рыбацкое. Начали маневрировать, не подчинялись требованиям об остановке. Появилось второе, в итоге нас зажали, закидали углем, камнями, бутылками. Вынуждены были, так сказать, остановиться, сдаться, когда уже человек запрыгнул на наш борт. Дальше нас взяли на буксир, капитана взяли на борт одного из рыбацких судов этих и дотянули до порта Кимчхе. Дальше нас уже встречали пограничные власти с утра. Как объяснили члены экипажа, морская государственная граница Северной Кореи начинается в 12 милях от берега. Получается, находясь более чем в 70 милях от границы, «Элфин» имел полное право не подчиняться приказам об остановке и продолжать следовать проложенному курсу. У них черные железные суда, они все измазаны гудроном, чтобы не ржавело. Мы так до сих пор не очистили от этого все. Нас зажали клещами, но яхта уже просто начинала трещать. Еще бы немного, мы просто бы пошли бы на дно. Там бы нас уже точно никто не спасал. Это наш единственный дом, единственный шанс был вернуться домой. Это кусочек нашей России, как говорится. Прошел год, а экипаж «Элфина» так и не получил официального ответа на вопрос, почему их задержали. Но у членов экипажа есть своя версия. Вначале хотели, видимо, остановить, посмотреть, что на лодке ценного. Такое же случалось с нашими судами, с их клуба. Забирали там ценные куртки, телефоны, продукты, ну и отпускали в освоясе. Но мы пока вот маневрировали, появилось второе судно. Видимо, там как-то переговорили с собой, что давай их уже останавливать в любом случае. Ну и вот какая-то уже с всем пошла агрессия. А когда уже запрыгнули на борт, когда там была драка на борту, все такое, ну и уже, видимо, они задний ход не стали давать, а решили дотянуть нас вроде как официальным властям, что все-таки мы уже стали злодеи, так как сопротивлялись. Как рассказал председатель крейсерского комитета федерального парусного спорта Сергей Беляев, документ с рекомендациями для моряков уже разработан. Новая инструкция будет объяснять, что делать экипажу при несанкционированном захвате в международных водах. Но, по словам Беляева, несмотря на все инструкции, от новых захватов никто не застрахован. Ведь Северная Корея – государство режимное, а потому и бдительность проявляет повышенную. Конечно, мы переживаем. Мы и сейчас, в этом году, когда шли, мы переживали очень сильно. Мы взяли уже сейчас 120 шлемей. Мы стоим, нас опять будет, мы выходим и наблюдаем опять рыбаков, и мы понимаем уже, смотрим по карте, что нам осталось буквально час до наших вод. Тут они берут, меняют курсы и идут прямо на нас. Мы уже подумали, что в этом году будет опять векенд Северной Кореи. Так слегка напряглись. Уже 27 июня состоится президиум, где представители федерального парусного спорта примут новые рекомендации для моряков. Как уточнил Сергей Беляев, самое главное, что нужно сделать морякам при задержании – не поддаваться на провокации и при первой возможности подать сигнал специальным службам, чтобы уже они связались с консульством и родственниками экипажа. Ольга Продан, Андрей Макаров, Руслан Макарычев. Новости на Восьмом.